«Смотрим» представляет. Подкаст «Радиомаяк». Дух праздника. Какой вы, однако, ловкач, Владислав Александрович, уже изготовили ролик для нашего проекта «Дух праздника». Кстати, сегодня, еще раз напомню, друзья мои, большой-большой праздник. Сегодня день освобождения Минска, и прямо сейчас в столице Республики Беларусь идет военный парад чудесный, да. Но мы также сегодня вспомним народные праздники июля. Июля, понимаете, да? Потому что, ну, мне кажется, каждый день должен найтись повод для радости. Была бы причина, да, конечно. Да, тем более, как бы, народные праздники, они совмещены с какими-то народными приметами, видениями процессов в природе, в погоде. Они проверены временем. Да, они дают нам право их праздновать. Понимаете, да? Дают, да. Не просто с кондачка кто-то придумал. Елена Феликсовна Теплова, директор Центра историко-культурных исследований, религий и межцивилизационных отношений. Факультет регионоведения и этнокультурного образования, Институт социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Елена Феликсовна, доброе утро. Доброе утро. Рады вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, 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 да. Елена Феликсовна, но мы целый списочек сегодня подготовили и русских народных, да, и наших, так сказать, братских народов праздников, да, которые, соответственно, вместе с нами, да, их будут отмечать. И, может быть, начнем мы, я упоминал, помню, в эфире позавчера эту историю, Ерилен день, да, а яр – это ведь такое слово, когда вот эти звери, да, звери лесные, там, волчики, эти рыськи, бобры, они все приходят в яр. И я правильно понимаю, что они, как бы, начинают создавать новых волчиков, рысик и бобров вот в этот день? Владится. Да, да, Сергей, вы абсолютно правы. На самом деле на Ерилен день, вот который по традиции отмечается 1 июля, всегда говорили, что это самый плодоносный месяц. Это как раз тогда, когда все животные и растения приходят в яр. Как раз начинается такой активный жизненный цикл, и Ерила вообще – это один из самых, ну, загадочных, таинственных божеств славян, потому что, в общем, разнятся истории о том, кем он является, то ли он и воин, он и первый из земли пашец, ну, понятно, он и бог солнца, и, конечно, отношение к Ериленному дню, особенно после с приходом христианства на Русь, сильно изменилось. Ну, знаете, праздники июля особенно сильно демонстрируют переплетение традиционных, проверенных временем событий и тем, что происходило в славянских народах, которые отмечали этот день. Ну, если мы говорим о приметах... А вот как, Елена Феликсовна, как надо было людям отметить, так сказать, животный яр? Ну, так сказать, как поддержать-то, грубо говоря, в лесу, которые там вот, да. Ну, на самом деле, это достаточно скрытая от нас информация, потому что каждый народ по-своему решал вот эту проблему поддержки. Но почему? Потому что, знаете, что было еще, на мой взгляд, очень интересно? Дело в том, что считалось, что в этот день солнце медленнее идет по небу. И живые, считалось, могут заглянуть за край мира и увидеть вот то, что происходит там. И если такой смехачок находился, ему нужно было подняться на речной берег, заплести березу и через вот эту березу посмотреть на мир, и он мог увидеть то, что происходит. Ну, а для плодородия и развития на Ирилен день было принято, ну, не только собирать там, как известно, росу, умываться, становиться сильным и красивым, но и заново набирать матрасы. Причем матрасы набивали травой не только высушенной, но и новой. Вот, приходим в Яр, что называется. И вот так вот наши предки-то на таком, можно сказать, ароматерапии-то и спали, да? Вы знаете, в эту ночь не спали. В эту ночь работали, да? В эту ночь праздновали. В эту ночь набивали матрасы. Набивали матрасы, совершенно верно. И праздновали, потому что, ну, мы в прошлый раз с вами говорили о очень значимом для лета событии, ну, и для всех народов. Это день летнего солнцестояния. И ученые, изучающие народные праздники, приходят к выводу о том, что Ирильян день был несколько смещен у некоторых именно на день солнцестояния. Вот в этот день, смотрите, что нужно было делать. Жгли костры. Парни и девицы водили хороводы. Кстати, угощались чаем из ароматных трав и полевых, и лесных. Это куда, говорит, в чай или в матрас? Это и туда, и туда. Сначала в матрас, а потом заваривать. Вот, совершенно верно. А получается, что кроватку-то, кроватку раз в год перебирали, да? То есть вот этот день обновления спальных принадлежностей. В этот день обновить нужно было обязательно. А дальше уже, как считают хозяева, как пойдет. Совершенно верно. Вот. Ну, и такие атрибуты мы, конечно, встречаем у многих праздников этого месяца. Елена Фельксовна, я так понимаю, что скоро-то нас ожидает Иван Купала. Вот уж на выходных, да? Да, да, Иван Купала. А там-то тоже, как бы, я так понимаю, вот без этой темы-то не обходится, да? Без матрасов не обошлось. Нет, там без костров. Это тоже та ночь, на которую не спят. Причем, знаете, почти у всех европейских народов Иван Купала также приходился на день летнего солнцестояния. Его тоже понимали как праздник солнца, зрелости лета, зеленого покоса. Ну, знаем, да, сенокос идет в июле, как в свое время писал Маршак. А праздник начинается заранее. Он начинается 6 июля с вечера. А вот я говорила о переплетении христианских и языческих традиций. В этот день, 6 июля, православные христиане чтут память святой мученицы Агриппины, Аграфены Римской. Ну, а на Руси, соответственно, ее называли Аграфеной Купальницей, потому что именно 6 июля надо было начинать купаться. И купаться в преддвении праздника Ивана Купалы. Вот здесь опять надо собирать росу. Здесь нужно было начать купаться еще с вечера. И на Ивана Купалу, на самом деле, если вот мы говорим о купании, нужно было начать купаться с утра и искупаться до полудня. Это говорило о том, что удастся смыть все недуги. Ну, и знаете еще, что было очень важно с этим купанием? Очень внимательно следили друг за другом. Дело в том, что считалось по народным поверьям, что в Ивана Купала только колдун не идет в воду. И если вы заметили, что ваш сосед не пошел в воду... Не моется. ...то ваши подозрения в отношении его характера вполне... Есть вопросы к нему. Да, совершенно верно. А что с ним делать-то? Надо же его после этого сжечь тогда. На костер выходят, да? Луна-то. Ну, а как по-другому-то? Ну, вот, наверное, да, решали. Подсовите мы. Да, вот, если в воду не убежит в этот момент. Ну, вода... А купались-то, кстати говоря, Елена Фельксовна с мочалом? Ну, то есть мыло там брали с собой? Или просто так? Или просто омовение. Я думаю, что просто омовение, потому что в данном случае это была все-таки не гигиена, а именно такое ритуальное очищение. Ну, трудно представить, что с мылом мочалки мы смоем наши грехи, дурные мысли. Вот, а для вот этой измененной воды, в общем, это было достаточно интересно. Ну, и знаете ли, древняя мифология рассказывает о том, что Иван Купала – это как раз вот Ярила, бог солнца, и праздник в честь него и его жены – красавица Зариады. Но есть и другая версия. И всё началось с того, что Купалу в детстве разлучили с родной сестрой Костромой. Однажды взрослая Кострома гуляла по берегу реки, ветер сорвал у неё с головы венок, а проплывавший мимо юноша на лодке подобрал венок и подарил, вернул Костроме. И только на свадьбе родители выяснили, что на самом деле заезжий жених – это их потерянный сын. В отчаянии молодые бросились в реку. Кострома превратилась в русалку – мавку, а Купала погиб. Но русалка взмолилась богам, и боги сплели влюблённых и создали цветок – Купала да мавка. Этот цветок у нас сейчас называется Иван да Марья. И его как раз собирали в Купальскую ночь. Вот как раз все растения собирали такую невиданную силу. И вот считалось, что Иван да Марья его можно разложить по углам избы, и воры не зайдут. А воры не зайдут, потому что Иван и Марья будут всё время разговаривать. Будет шум. Совершенно верно. И ворам будет казаться, что в доме кто-то есть. Ну, а чтобы защитить свой дом также от всяких разных непрошенных гостей, двери и окна обвешивали цветками крапивы. Елена Феликсовна, ну, это понятно с этими праздниками. А вот у наших, так сказать, у братьев, у бурят, ведь тоже намечается торжество, да, летнее национальное. Называется Сур-Харбан. Да, совершенно верно. Вы прочитали правильно. Это действительно летний национальный праздник бурят. Его традиционно отмечают в первое воскресенье июля. И он действительно знаменует собой окончание весенних полевых работ. Он имеет очень древнее происхождение, связанное с тем, что кочевые племена бурят собирались в это время на общее собрание. И вот это собрание, это вот слово переводится как «три игры мужей» или еще «летние игры». Три игры мужей – это, по сути дела, соревнования. В состязаниях принимали участие самые мужественные, самые сильные, ну, самые настоящие мужчины, самые настоящие герои. Причем это не просто спорт, это особые обрядовые игры. На самом деле традиция обрядовых игр, она встречается у разных народов, но известный всем праздник. Олимпийские игры, они же были посвящены богу Зевсу, как покровителю мужской силы, поэтому здесь тоже происходило. Но три игры. Во что же играли? Первая игра – это, конечно, стрельбище. Выбирали ровное место, расставляли такие… Мишени. Мишени, да, их называли суры. Это комки шерсти, обитые кожей. Ну, понятно, что победитель тот, кто выбил больше мишеней. Ну и представьте себе, для национальной бурятской стрельбы длина лука должна быть 160 сантиметров. Второй вид вот этих игр – это соревнования борцов, баторов. У различных бурятских племен правила немножко отличались, но суть заключалась в том, что борцу надо было самому держаться на ногах и, не нарушая правил борьбы, уважения противника, без вранья его положить на лопатки. У бурят существовал обычай, по которому один из богатых членов семьи кормил своего борца, ему шили специальную одежду для соревнований, и победитель исполнял танец орла, а в награду получал живого барана. Причем барана надо было нести на руках, чтобы подтвердить, что он сильный, он даже в этом усталом состоянии с бараном на руках предлагал всем желающим с собой сразиться, показав, что он не зря получил это звание. Ну и третье – это скачки. Скотоводческие народы, охотники, скачка на 3-4 километра, лошадей специально готовили к этому мероприятию. Готовили лошадей так называемые ладильщики – это многоопытные знатоки скачек. Ну, а наездниками, хулэк это называлось, были подростки, которые находились рядом с ладильщиками. Ну и хороший наездник подгонял коня двумя оплетками, отпустив уздечку. На финише ловили этого коня специальные люди. Ну и после этого произносили хвалу победителю – коню. Здорово, здорово. А у наших, так сказать, удмуртских братьев Герон Бытон, правильно я прочел? Да, да, да. Да, правильно, это тоже летний праздник. Он также отмечается в конце июня, в начале июля. Он символизировал, как у всех, мы уже говорили, народов – это окончание полевых народ. Работ с этого момента земля считалась беременной. И ранить ее сахой или лопатой было нельзя. Есть еще такое поверье, что бог везь из молитвенного домашнего храма Куала, уходил в луга и возвращался обратно только на Петров день. То есть, видите, вот такие традиционные народные и христианские события совпадали. Ну и поэтому в это время ему молятся на улице, на луговых травах. Сначала устраивалось общественное моление, потом жертвоприношение, гостей на праздники угощали ритуальной кашей, которая варится на кострах. А вот напиток, мы с вами в прошлый раз обсуждали, кумыс. Он называется кумышка. Это национальный удмуртский алкогольный напиток домашнего производства. Крепкий? Крепкий? Владик, ну что вы сразу слабый? Нет, он действительно крепкий. Крепкий насколько. Вы же видите, что все эти праздники на силу, на выносливость. Ну вот и смотрите, кумышка предлагалась пить из чаши, а чашу прикрепляли к концу посоха, который держала в руках хозяйка. Прикасаться к посоху нельзя было, и к чаше тоже пить надо было до дна. Ну и, соответственно, помимо кумышки и каши, очень много выпечки. Считалось, что надо ходить друг к другу в гости, угощать. Пекли самые разные открытые, закрытые пирожки. Ну и, как вы понимаете, самое известное муртское блюдо – это пельмени, которые тоже на праздники нужно обязательно было попробовать. Как-то Елена Феликсовна ловко так от, так сказать, градусности отошла. Да, с закуской, хорошо. Ну как же, пельмени. То есть закусывали крепкий алкогольный кумыс. Да, да. Кумышку. Кумышка, да-да-да, извините. Кумыс – это вдруг, да, кумышка. Елена Феликсовна, а у наших братьев коми – луд, да, праздник? Ну, праздник луд, с коми языка он переводится как лук. Это как раз обрядовый праздник, причем, вы знаете, его как раз отмечали в период, когда отмечают Ивана Купалу. И как раз происходили в основном у ряд в этот период, ну, конные состязания. Ну, сначала табун выгоняли на открытое место, где вытаптывали траву, где будет потом происходить мероприятие. Считалось, что лошадей надо пускать по кругу по двум причинам. Первая причина – это, конечно, защита от нечистой силы. А вторая – чтобы женские сарафаны сильно росой не замочить. Поэтому в этом празднике также был массовый хоровод, он назывался «Ворота». Песни, игры, плясовые, спортивные состязания. Ну, и на этот праздник всегда происходил хоровод невест. Девушки демонстрировали умение носить народный костюм, знание национальной культуры. И он являлся еще очень важным, потому что во время этого хоровода, в общем, можно было невесту присмотреть, познакомиться. Присматривались. Присматривались. Такая ярмарка невест. Совершенно верно. И это, кстати, встречается практически во всех летних праздниках, когда вот эти хороводы, это был способ, ну, посмотреть. Заявить. А, ну, и кого-то присмотреть. Да, заявить о себе, вот. И потому что осень после сбора урожая – это время свадеб. Прекрасно, прекрасно. Нет, нет, Владислав Александрович, ни ярмарка невест, а, так сказать, отклик на зов любви. Зов любви. Зов любви, я потом расскажу вам, что это, совсем другое. Елена Феликсовна, ну, конечно, мы понимаем, что также 8-го числа нас ожидает замечательный праздник, день семьи любви и верности, правильно? И мы, вот я вот сегодня с утра в новостях упомянул, что есть хорошая инициатива в этот день дать выходной день, но не всем. Только детям. А, нет, многодетным, кто старается. Мамам, мамам выходной. Хорошо, мамам и дети. И папам тоже. Папа, знаете, Елена Феликсовна, я вам скажу честно, папы тоже стараются. Я знаю, как стараются папы, я знаю, но... Да, вот они в один день старались тоже, да, набивали матрасы. Им кумышка мешает папам. Да-да-да. Ну, папе кумышку, маме выходной, да. И пельмешки, да. А детей к бабушке. Хорошие, да. Елена Феликсовна, ну, большое спасибо, познакомились. Будем отмечать всей, так сказать, страной, да, Елена Феликсовна Теплова. Да, кандидат исторических наук в нашем проекте «Дух праздника». Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.